Долготерпение и успех Первая заповедь с обетованием Когда мы рассматриваем заповедь почтения И видим, что Бог укрепляет эту заповедь не только требованием Но Он дает некое благословение или обещание свое Он говорит, что если мы таким образом будем поступать То наши дни продлятся, то есть будет долголетие И при этом долголетие написано еще хорошо будет Поэтому вот из этого исходя я и назвал проповедь Сегодня долголетие и успех Честь, понятие очень широкое и разнотолкуемое И у меня не будет сегодня времени в контексте одной проповеди Дать вам всю информацию Но я сделаю ударение на некоторых вопросах Чтобы мы могли поразмышлять над ними И думаю, что Господь поможет нам увидеть важные процессы и принципы В первую очередь давайте поговорим о корне и значении чести Честь уходит корнями за земную историю То есть еще до земного бытия такое понятие, как честь, уже было Если бы понятия чести не было, тогда бы в Боге бы и не было чести Но Бог, Он олицетворяет честь, Он достоин Мы сегодня пели об этом Поэтому, когда мы говорим о чести, мы не говорим о том, что происходит здесь только на земле В результате нашей деятельности или каких-либо поступков Само по себе понятие чести, оно основывается на творении Давайте посмотрим послание Иуды Там единственная глава, первая глава, шестой стих И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня И здесь говорится о небесных творениях, которые некогда отступили от Бога, совратились, как здесь написано, не сохранили достоинства То есть это существа, которые были гораздо ранее, чем была образована земля И в результате потери чести этими существами, они были отданы во власть мрака до дня суда Когда мы рассуждаем о чести, мы понимаем, что вопрос чести, вот слово достоинство, которое у нас переведено в греческом, оно обозначает также начало, происхождение или основание То есть эти ангелы, они потеряли свое начало, то есть то, что Бог вложил в них, как в свое творение В результате того, что они потеряли свое основание, свое начало, они потеряли свое достоинство Поэтому, когда мы начинаем с вами рассуждать о вопросах чести, важно первое, чтобы подчеркнуть, честь или ее понятие кроется в происхождении определенным Богом Именно Божье определение определяет честь То есть человек сам по себе не определяет свою честь Бог определяет, и он вкладывает это в начало, то есть в само сотворение Когда ребенок рождается с определенным полом, это Божье определение с определением достоинства для данного ребенка Оно не определяется в процессе, в процессе оно может потеряться, но оно дается в начале И вот эти ангелы, которые были до человеческого, они имели начало в себе Бог их создал, Бог их сотворил, Бог положил в них основание Но они отступили от этого основания Точно так же, когда мы говорим о вопросах семьи Когда Бог создал институт семьи, Он положил в институт семьи основание И в этом основании Он определил честь и достоинство каждого Не умаляя и не возвышая кого-то, но Он определил, как оно должно работать И точно так же в само общество Поэтому, когда мы говорим о чести, которую мы даем кому-то или для кого-то отделяем Мы, в принципе, говорим о устройстве неземном Мы говорим о устройстве небесном Потому что это началось не на земле Это началось на небесах И именно взбунтовавшийся сатана, который захотел преодолеть силу чести и власти Господа Он попал под осуждение, не способный проявить честь тому, кто достоин всей чести Итак, честь имеет в себе вечные корни, потому что она корнями своими уходит в Бога Я зачитаю, у меня сегодня много отрывков библейских, достаточно больших Чтобы мы могли порассуждать и вникнуть в сложные для современного, особенно человека Сложные понимания взаимодействия с честью Послание к римлянам, 13 глава, с 1 по 7 стих Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога Существующие же власти от Бога установлены Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению А противящиеся сами навлекут на себя осуждение Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых Хочешь ли не бояться власти, делай добро И получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч Он Божий слуга, отмститель в наказании, делающему злое И потому надо бы напоминоваться не только из страха наказания, но и по совести Для сего вы и подать и платите, ибо они Божьи служители, с ним самым постоянно заняты И так отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь Для нас, сегодня, живущих в современном мире, с развитым чувством демократического долга Такие слова кажутся не просто архаичными, они кажутся вызовом Они кажутся даже неким ругательством для ментальности, которая сегодня привита Но давайте вникнем и попытаемся понять Во-первых, надо понимать, что наш синодальный перевод, он передает нам восприятие переводчиков, толкователей На момент столетней, 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 столетней давности Поэтому иногда нужно, вникая в такие сложные места, прибегать и к греческим словам, употребляемым Чтобы понять обороты мысли, которые здесь применяются, не искажая, конечно же, самого текста Вообще, первое, что для меня, как для личности, сложно для восприятия в этих стихах Это то, что апостол Павел пишет не послание к евреям Если бы он писал послание к евреям, мне бы было легче понять эти стихи Потому что в израильском народе цари были помазанники Господни У них был Божий закон Они тысячелетиями прививали некий иммунитет в вопросах почитания Бога и монотеизма То есть они поклонялись единому Богу Когда мы читаем это послание, он пишет его к римлянам На тот момент одно из самых развитых для того восприятия демократических структур В которой была очень сложная система управления со многими тайными инструментами Что в свою очередь рождало много коррупции И продавалось, мы знаем, что даже само право называться римским гражданином Из писания, что это давало определенные привилегии на территории других оккупированных мест римским правительством И вот когда Павел пишет такому послание в такое место, где все неоднозначно И где абсолютное идолопоклонство, там много богов, там много философий, там огромный разврат И вот он пишет послание этим людям Поэтому для меня лично первое именно в этом затруднение Потому что Павел говорит, это Божьи слуги Но ни образ их жизни, ни формы правления, которым они прибегали Они не соответствуют Писанию, ни пятикнижью Моисея, ни тем более пророческим откровением Так о чем же говорит Павел, когда он нас достаточно строго через послание к римлянам Наставляет во взаимодействии или в способности давать честь людям, наделенным властью Во-первых, нужно понимать, что Павел ни в коем случае не одобряет их форму проблем Или тем более их образ жизни А он утверждает, что начало власти или природа самой власти, она находится в Боге То есть Павел не утверждает то, что именно эта модель власти, которая есть в Риме, она от Бога Он говорит, что власть, она сама, по сути, по своей природе, она корнями исходит от Бога Потому что если мы исключаем власть как творение Божье, тогда для нас Бог становится чем-то абстрактным У которого нет ни воли, ни влияния, ни возможности То есть это какая-то абстрактная величина Но если Бог является Богом, тогда у него должна быть власть над всем остальным творением И также власть поставлять внутри творения определенные порядки Так вот, когда апостол Павел пишет к римлянам о том, что нет власти не от Бога Он имеет в виду, что институт власти – это Божье установление для совершения порядка внутри того или иного общества И когда мы попадаем под этот порядок, мы покоряемся ему по вопросу нашей совести Потому что мы признаем власть не как изобретение человека, но как Божье творение Конечно, когда мы смотрим на земной образ управления Зачастую это деформированная, а иногда очень сильно деформированная Деформированная изначально сотворенная власть То есть не то, что Бог хотел и не то, как Бог планировал Например, в первой книге Царств, 8 глава, 7-9 стих И Господь обращается к пророку Самуила, когда Израиль говорит «Поставь нам, мы устали от того, что судьи, поставь нам как царя, как у всех прочих народов» Это выбор людей был Самуил очень огорчался от этого Но Бог говорит ему «Послушай, они отвергают не тебя, они отвергают меня Поставь им царя, объяви им правила, по которым они будут с этим царем То есть что царь будет иметь над ними, какую будет иметь власть Но по сути, Бог говорит, это не мой выбор для них Это их деформированное восприятие власти вот такое желание имеет Они вот так хотят жить, и я не буду им в этом противиться Вот в этом примере хорошо видно, что когда мы говорим о той или иной форме управления в разных государствах Особенно государствах, где есть некая тирания И нету достоинства человека, чтобы было на высоком уровне Мы, конечно, не говорим о том, что вот такую систему власти там сам Бог завел Нет, это система власти, которая произведена деформированным восприятием людей Вообще понимание власти, как оно должно быть Но само по себе понятие власти, оно от Бога Поэтому вот я хотел, чтобы здесь мы навели порядок И понимали, когда апостол Павел пишет к римлянам, что это слуги Божьи и так далее Он пишет, посмотрите, принципиально о том, что это те люди, которые должны что делать? Защищать добро, да? Они должны отстаивать права и возможности людей на жизнь и достойную жизнь Поэтому не надо путать и приписывать апостолу Павлу, что он говорит, что любая власть от Бога Это значит, он согласен с любой формой правления Нет, он определяет, что есть власть, она от Бога Но форму правления выбирает народ или общество, внутри которой это происходит И если мы говорим о семье, точно так же и есть разные принципы по формированию власти внутри семьи И они тоже отличаются И не значит, что Бог согласен с абсолютно любой формой власти внутри семьи Но власть внутри семьи нужна Потому что если мы говорим о анархичном мышлении, оно не от Бога Оно не имеет под собой основания Божьего Слова Итак, когда в данном контексте рассматриваем вопрос чести Мы не делаем Господа соучастником преступления власти Как будто бы Он с ней во всем соглашается А придерживаемся критериев справедливости Что если Бог есть власть и Он позволяет власти быть Значит, нам надо учиться взаимодействовать с властью на том уровне, на котором мы находимся Книга пророка Иезекииля, 22 глава, с 27 по 31 стих Вот взгляд Божий на некоторые политические процессы внутри Израиля Как Он это видит, описывает устами пророка Иезекииля Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое, предсказывают им ложное Говоря, так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь А в народе угнетают друг друга, грабят, притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел Итак, изолью на них негодование мое огнем ярости моей, истреблю их поведение их, обращу им на голову, говорит Господь Бог Вот и в этом, и во многих других местах Господь ясно показывает, что Он не согласен со многими формами управления внутри общества Когда эти формы управления направлены на угнетение, на унижение достоинства, на разграбление, на отсутствие справедливости Бог не согласен с этим, и Он ясно и прямо всегда об этом говорит И Он, как верховная власть, через определенное время приходит в момент потрясения, когда иногда страны, народы, они потрясаются и попадают под определенные события, которые разрушают какие-то установления или какой-то строй, который демонизирован и который не имеет в себе никакого уже человеческого достоинства Вот так Бог видит власть, но когда мы с вами взаимодействуем с властью, нам необходимо понимать, что без власти это тоже не от Бога Поэтому первое, что нам Господь и заповедовал, как Он и здесь говорит, я искал у них человека, который бы поставил бы стену и стал бы передо мной в проломе То есть Бог ожидает от нас, как от церкви, как от верующих людей в первую очередь Если мы находимся внутри какой-то несправедливости, социальной несправедливости, чтобы нам поднимать наши молитвы И образом нашей жизни и честностью нашей жизни помогать другим людям обретать уверенность и надежду А за тех, кто стоит, надо этим всем молиться, чтобы Бог дал им покаяние, чтобы они могли быть преобразованы История Библии показывает, что даже самые глубоко, самые углубленные в тиранию цари склоняли свои головы перед Богом и делали определенные шаги к изменениям И рядом с ними пророки наставляли их Один из таких царей, например, Навуходоносор, перед которым стоял Даниил И когда ему был этому царю сон, и пророк ему говорит, что этот сон против тебя И вот он советует царю, а это был царь, скажем, с очень жесткими повадками Он говорит, искупи милосердием и правдой Когда пророки и служители Божьей, церковь молится и говорит о тех нормах, о тех принципах, которые есть в Божьем Слове Вот это то, что от нас Господь ожидает Итак, Господь нелицеприятен и Он не вовлечен в ответственность за несправедливое употребление властью Поэтому, как я и говорил выше, Он иногда потрясает целые страны Чтобы прекратить насилие, безумие И сокрушает тех людей, которые в безумии иногда Как некоторые войны, которые происходили Когда люди, они хотели уничтожить целые нации Геноцид устраивали Поэтому, конечно, Бог, Он выступает против такого ведения власти Когда мы говорим о чести одного При этом мы не говорим, что перед честью одного Мы должны терять достоинство другого То есть, вот хочу сейчас остановиться на этой мысли Буквально, когда мы проявляем честь кому-то Мы оставляем за собой право сохранить свою честь То есть, когда мы говорим, нам необходимо проявлять честь Это не значит, что нам необходимо потерять честь Это значит, что проявляя честь кому-то Мы от Бога имеем право сохранять собственную честь и достоинство Очень показательная история, опять же, в книге Даниила, 6 глава, 20-23 стих, когда завистники, у меня эта картина в офисе написана, когда Даниил ворву со львами. Это завистники, которые были у Даниила, они хотели погубить его. Каким образом? Они видели, что Даниил был человек, глубоко посвященный Богу, уповающий на Него и всегда молящийся. Написано, трижды в день он открывал окна в сторону Иерусалима и склонялся в молитве, молясь Богу. И они подговорили царя сделать указ, чтобы никто в определенное время ни о чем не просил, никого, никакого Бога, только царя. Они это сделали специально под Даниила. Царь этого не понимал. Дарий, он подписал этот указ. И, конечно, Даниил, почитая царя, но понимая приоритетность Бога, не отменил своих молитв. И когда те подсмотрели, что он молится, они донесли царю. Царь не хотел погубить Даниила. Он не хотел делать никакого зла, потому что это был очень профессиональный и самый лучший работник в политической сфере, как советник, как управленец. Но они настаивали на том, что он должен исполнить свой собственный указ. Вот когда я говорю, что проявляя честь по отношению к другим, мы не обязаны терять собственную честь и достоинство. Я имею в виду, что если мы, оказывая честь другим людям, и эти люди, которым мы оказываем честь, они переступают параметры Божьего Слова или параметры какого-то разумного отношения к нашей жизни, мы имеем право сохранить свою честь. Не то, чтобы мы имеем право не оказать честь, но мы имеем право сохранить собственное достоинство. Поэтому, когда к нам предъявляются определенные требования, которые переходят рамки разумного, здравого смысла, или они грубо противоречат Божьему Слову, тогда мы имеем право сохранять собственное достоинство. Так и поступали верующие, особенно в первые века, когда поднимались гонения, и их принуждали к тому, чтобы они теряли свою честь и достоинство, люди, они, почитая власть, и в том числе и римскую власть, они все-таки выбирали для себя сохранить свое достоинство и честь выше, чем просто почтить других людей. Поэтому, когда мы рассуждаем о вопросах чести, важно, чтобы оно не было разменной монетой, что первое, что мы выставляем, и то, с чем мы так быстро готовы расстаться, только потому, что нам нужно в данный момент проявить какую-то честь по отношению к другим людям. Нет, ни в коем случае нам необходимо сохранять свою честь и свое достоинство. Как верующим людям, точно так же, когда это касается и глубоких взаимоотношений внутри семьи, между мужем, женой, между родителями и детьми, мы оказываем честь. Но если их требования по отношению к детям, детей к родителям, мужа к жене и так далее, они переступают рамки разумного, здравого смысла, то, что может навредить самой жизни, или они принуждают делать то, что противно здравой вере в Иисуса Христа, то в данном случае нам нужно сохранять свою честь больше, чем пытаться кому-то проявить честь. Давайте перейдем к следующей мысли. Проявление чести также является инструментом взаимодействия. То есть, когда перейдем к такому фактору, когда проявление чести с нашей стороны к другим, оно для нас неприятно, и оно не сопровождается уважением нас по отношению к тому, кому нам необходимо проявить честь. И это вот болезненный вопрос, с которым, к сожалению, часто сталкиваются на работе, иногда в семье, когда между детьми и родителями, когда дети вырастают, говорят, я не хочу почитать своих родителей, они не явили в моей жизни правильный пример, они не заботились обо мне так, как должно было заботиться, как я могу проявить честь по отношению к тем людям, которые ведут себя неадекватным образом, это противно мне. И это правда, но при этом эта правда не избавляет нас от проявления чести. Книга в книге «Царств», 24 глава, с 5 по 8 стих, там говорится история, когда Давид со своими людьми был в пещере, и по нужде туда зашел Саул. Саул – это царь Израиля, от которого уже написано «Отошел Дух Божий», уже помазание на Давиде, но Саул ищет Давида, чтобы убить. Давид остался без семьи, в буквальном смысле слова, без своей жены, без своего дома. Он был нелегитимный, то есть он был преследуемый, у него не было возможности оставаться на одном месте, делать какой-то бизнес, у него он был изгоем. И вот этот человек, который сделал его таковым, но при этом он все еще, Саул являлся царем в Израиле, он входит в пещеру, где один входит в пещеру, где Давид и его люди. И его люди, люди Давида, говорят, «Послушай, вот Господь придает его в твою руку, не надо будет повторять удара. Давай сейчас и здесь закончим наше мыторство. Вот сейчас и здесь мы прекратим, мы уже знаем, на нем помазания нету, помазания на тебе». Все. И Давид, он подползает, подкрадывается, точнее, к Саулу отрезает край одежды, когда он это делает, написано «стало больно сердцу Давида». В другом переводе – его дух сжался. То есть дух Божий, который на Давиде, что-то произвел в Давиде такое, что Давиду стало больно от того, что он сделал, потому что он сделал неправильно, и он не сделал зла Саулу. Он не уважал уже его, я имею в виду, как личность, как человека. Он в какой-то мере имел право не просто быть обиженным, а буквально этого человека не любить. Потому что то, что сделал этот человек для него, для многих из нас, люди, которых мы не уважаем, они так много плохого не сделали, как сколько Саул сделал для Давида. Но при этом Давид не позволил втянуть себя в такие дела, которые бы обесценили его упование на Бога. Вот когда мы с вами в этой жизни имеем взаимоотношения с людьми, которых нам трудно уважать по своей сути, за их поступки, по отношению к нам или к другим людям. Но эти люди имеют определенный статус, имеют определенное влияние. И с нашей стороны это требует определенную честь, которую необходимо давать. Нам нужно продолжать давать честь этим людям, независимо от нашего отношения к ним. Иногда хорошо дистанцироваться. В данном случае Давид, чтобы не потерять буквально свою жизнь, а также свое призвание, свою идентичность, он дистанцировался от этого человека. Если люди представляют угрозу, мы понимаем, что это люди злонамеренные, нам нужно максимально дистанцироваться, чтобы сохранить свою идентичность, свое призвание. Так было совсем недавно, еще в 20 веке, после 20, по-моему, седьмого года, я могу ошибиться, но примерно вот в это время началось подниматься гонение на евангельскую церковь. И не только на евангельскую, в принципе, на любую религиозную организацию в нашей стране. Тогда это был Советский Союз. Начало подниматься давление, и церкви уходили в подполье. То есть они дистанцировались от власти, чтобы сохранить свое призвание и свою идентичность. Поэтому если в жизни есть люди, которые вот так демонизированы, и эти люди могут быть близкие, но вы понимаете, что это люди, которые могут причинить вред вашему здоровью или вашей идентичности, старайтесь тогда выбирать правильную дистанцию с этими людьми, чтобы вам не приходилось постоянно болезненно переживать эти моменты. Одно еще хочу к этому прочитать. Это первое послание Петра, 2 глава, 17 по 20 стих. И объяснить вам некоторые фразы в этих стихах. «Все почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». И вот отсюда начинается сложное. «Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». И вот здесь нам надо остановиться и разобраться с тем, что написано «угодно Богу». Потому что, я повторяюсь, если читать в нашем синодальном переводе, ну, Бог, Он выглядит на фоне вот этих стихов совсем как-то, ну, недружелюбно по отношению к нам. Что это значит? Ему угодно, что меня бьют, да еще и бьют за правду. В чем удовольствие-то такое? Как-то не совсем приятно читать такие стихи. Слово «угодно», которое у нас переведено, и это правильный перевод «угодно», но он отображает не совсем ту мысль, которая в этих стихах заложена апостолом Петром. Слово «угодно», если читать в греческом оригинале, там стоит слово «благодать». Там стоит слово «благодать». И вообще у этого слова греческого три основные значения, направления. Это благодать, как я сказал, благосклонность или благоволение, а также благодарность. То есть, когда мы читаем эти стихи вот в этом контексте понимания слова «угодно», тогда становится более понятно то, о чем апостол Петр пишет. Он говорит, «Если мы повинуемся господам не только кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, если мы возьмем и расширим здесь эту фразу и добавим, что в этом есть некая благодать, которую Бог нам дает, когда Он видит это в нашей жизни, Он проявляет к нам благосклонность, благоволение, и если третье значение этого слова – даже благодарность за то, что мы, несмотря на вот эти вот плохие обстоятельства, и остаемся верные своему внутреннему призванию, как христиане». Поэтому, читая в контексте вот эти стихи, становится более объяснимо то, о чем говорит апостол Петр. Он говорит, «Если мы переносим страдания, будучи несправедливо наказываемы, то когда мы проходим такое, в эти моменты Бог особенно благоволит к нам, Он проявляет к нам благодать, и в Нем даже есть некое чувство благодарности по отношению к нам, что несмотря на то, что эти люди ведут себя неадекватно, мы остаемся адекватными». Вот в таком контексте нам становится более понятно, когда Петр говорит, что мы не только кротким и добрым должны быть, отдавать честь, но и тем людям, которые иногда ведут себя совсем неадекватно. Поэтому, если на работе, или иногда родители в пылу гнева, или иногда муж и жена, они ведут себя неадекватно по отношению к нам в отношениях, то есть в какой-то момент они суровые, или в какой-то момент они чрезмерно придираются, нам не нужно относиться к этому так, что в этот момент мы имеем право оставить их без чести. Нет. Если в этот момент мы сохраняем почтение к этим людям, то Бог, видя это, Он особенно благоволит к нам. Давайте перейдем к следующей мысли. Или вот еще я завершу предыдущую мысль, что честь и уважение. Очень важно нам понимать, что честь и уважение – это абсолютно разные процессы, их не надо путать. И именно из-за того, что люди путают, они и говорят, да я не могу ему проявить честь. Иногда, когда человек говорит, я не могу к нему проявить честь, он буквально имеет в виду, я не могу его уважать. И я могу иногда согласиться с человеком. На самом деле, некоторых людей уважать невозможно, но честь отдавать возможно. Поэтому, если мы не будем путать, что такое честь и что такое уважение, нам будет проще иметь взаимоотношения. Честь определяет статус, то есть, кто он есть. А уважение определяет отношение, какой он есть. И когда мы меняем или путаем эти факторы, тогда становится сложно. Когда судья заходит в суд, встать в суд идет, люди обязаны дать честь этому судье. И не важно, какое он. И даже я скажу, не важно, какое решение этот судья примет, люди обязаны дать ему честь по факту его статуса. Его статус определяет честь. Но уважать его не обязаны. Уважаем мы человека за его поведение, за его образ жизни, дела и поступки. Вот теперь перейдем к следующим мыслям. Как правило, отсутствие способности оказывать честь кроется в самом человеке, или точнее в его вере. Вот на этой мысли я сейчас хочу остановиться. Когда мы говорим, мы не способны или я не могу дать человеку честь, потому что ищем внешние факторы. Вот всякий раз, когда мы ищем внешние факторы в своей неспособности дать кому-то честь, мы обманываем самих себя. На самом деле, неспособность дать честь другому человеку, это внутри нас проблема. Она никогда не снаружи. Она всегда внутри. И она оформлена следующим. Мы противимся коррекции. И когда мы противимся коррекции или ограничениям, это производит коррозию в нашем мышлении, которая закрывает наш взгляд на будущее. Мы перестаем быть способными видеть будущее. Давайте об этом чуть подробнее поговорим. Еще один сложный текст. Я специально подбирал сегодня сложные тексты. чтобы поговорить о том, о чем мы иногда даже и читать-то не особо. Пытаемся быстро пробежать эти стихи. Послание к евреям, 12 глава, с 5 по 11 стих. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, коррекция – это неотъемлемая часть твоего будущего. Отсутствие коррекции – это отсутствие будущего. Потому что для будущего нужно меняться. Когда мы не способны кому-то дать честь, это никогда не является проблемой во внешних факторах. Это всегда является проблемой в нашем горделивом и отчасти, наверное, всегда бунтарском духе. Нам тяжело, когда нас ограничивают. Нам тяжело, когда нас корректируют. Нам тяжело, когда над нами кого-то ставят. Это начинается с детства. Ребенка никто не учит бунтовать против родителей. Но изначально комфорт маленького комочка жизни всегда выше, чем все остальное. И чем меньше ребенок, тем ему более все равно, что при этом чувствуют другие. Поэтому, когда мы с вами проходим процессы коррекции, это не вопрос отсутствия любви к нам, но это вопрос нашего будущего. И если мы не позволим почитать других людей, когда они нас корректируют, тогда мы сами себя закрываем от лучшего, что в нашей жизни может быть в дальнейшем. Вообще терпение – это инструмент совершенства. Так написано. Поэтому, когда мы позволяем себе проходить определенные процессы, можно сказать, страдания душевного или физического, это проявляет в нас некое чувство терпения, то терпение, оно уже совершенствует нас. И одна из притч, которая называется притч о блудном сыне, хотя там два сына фигурирует, не один, но мы часто ударение делаем больше на блудного сына, но эти оба сын, оба молодых человека, они прошли через искушение не дать честь своему отцу, когда отец корректировал их. Первый сын, блудный, которого мы читаем, он хотел жить так, как он хотел, он не хотел никакой коррекции. И находясь в доме у отца, он не мог себе позволить жить с блудницами, кутить, тратить деньги. Поэтому он пришел к отцу и сказал, дай мою часть, и я пойду туда, куда я пойду, и буду жить так, как я хочу. Мне не надо, я уже устал от этой коррекции, мне не надо больше корректировать, я не хочу тебя больше другими словами почитать, я буду жить так, как я хочу жить. В результате мы знаем, что этот человек лишился будущего, потому что деньги достаточно быстро закончились, вместе с деньгами закончились друзья. В результате он оказался рядом со свиньями. И когда он вернул честь своему отцу, в его жизнь вернулось достоинство, он был реабилитирован в глазах своего отца. Второй же сын, который был постоянно рядом с отцом, но при этом и он не хотел быть корректируемым, он уже ввел себя в ранг совершенства, то есть он в своих глазах был совершенен. И я понимаю, что многие из нас сегодня больше нуждаются в коррекции, как старший сын, чем как блудный сын. Когда мы уже себя возвели в ранг совершенства, когда мы определили для себя критерии, по которым родители с нас должны пылинки сдувать, или жена, или муж должны, ну как-то вот мы такие хорошие, что ну как это не заметить, как это возможно. И вот старший сын, он был таким. И его отсутствие чести по отношению к отцу было проявлено, когда отец вернул блудного сына и звал старшего сына, а старший сын узнал обо всем происходящем, он даже не хотел прийти, он даже отцу на глаза не хотел показываться, он был возмущен, он не хотел этой коррекции, он не хотел учиться милосердию. И это тоже искушало его в вопросах чести. Поэтому всегда, когда мы говорим о неспособности проявить честь, это неспособность внутри нашей веры, то есть это то, что нам нужно развивать и то, с чем нам нужно справляться. Следующая мысль по отношению к чести, это честь делает отношения результативными. Честь делает отношения результативными. Евангелие Марка, 6 глава, со 2 по 6 стих. Иисус приходит в свое селение, где он рос, где он был известен как сын плотника, где были его братья и были его сестры. Он проповедует в синагоге, где он также рос. Люди удивляются, хорошая проповедь. Они слышали, что он где-то совершает чудеса, но написано, они соблазняются о нем, потому что они говорят, послушай, но ты же один из нас. Ты же сын плотника, мы же тебя знаем. Они не были способны разглядеть Божий дар, помазание Божье на Иисусе Христе. В результате там написано, он не мог совершить там многих чудес, только на немногих возложил руки и исцелил их. Если мы не способны оказать честь или разглядеть в человеке Божие начало, то такие отношения, они обречены, они не имеют результата, они не имеют хорошего результата, потому что сам Святой Дух, Он отказывается участвовать в этих взаимоотношениях. Когда люди не были способны разглядеть в Иисусе больше, чем сын плотника, ведь они слышали свидетельство, они видели и слышали его проповедь. Это же было очевидно, что Дух Божий уже на этом человеке, и нужно изменить отношение к Нему. Но они не хотели изменить отношение, но они хотели, чтобы Он что-то сделал для них. А Дух Святой не делал ничего для них, потому что они не хотели изменить отношение. Вот для того, чтобы иметь результат, нам нужно изменить отношение. Если мы видим и мы понимаем, что начались некие процессы по переменам, и дар Божий открывается в мужу, в жене, в детях, в тех людях, которые рядом с нами, мы видим, что Божий дар открывается. Нам надо не стесняться изменять свое отношение и позволять этому дару быть результативным, и тогда это будет приносить плод не только для него, но и плод для нас. Отсутствие почтения производит бесплодие. Отсутствие почтения производит бесплодие. Яркий пример, конечно, это Милхола, которая смотрела на Давида, вернувшегося царя, ее мужем, и она не могла принять его. У нее внутри было настолько много боли, настолько много огорчения, настолько, что она начала сравнивать его со своим отцом, и она не могла найти в нем эту параллель, она уничижила, она не почтила, она не дала ему чести. И я уже выше говорил, не буду возвращаться уважать и почитать, это разные вещи. Она могла не уважать Давида, но отсутствие почтения привело к бесплодию. Отсутствие почтения у этих людей, тех, которые были в населенном пункте Иисуса Христа, оно родило бесплодие по отношению к ним в том, что они не могли получить ни чудеса, ни исцеление. Поэтому важно видеть, замечать, отделять и изменять отношения. Очень показательная история Иосифа, когда он истолковывает сон фараона. Фараон, он был разумным человеком, потому что он говорит, берите его из тюрьмы, мойте, переодевайте, садите на вторую колесницу, дайте ему перстень, я сделаю его великим вельможем, он будет вторым после меня. Представляете, какой стартап? Человек из тюрьмы становится премьер-министром самой могущественной страны на тот момент. Почему? В нем дар Божий. Когда мы не способны разглядеть потенциал, мы не способны получить инвестиции не от людей, а с небес. Много историй. Рааф, которая разглядела потенциал в Израиле. История богатой женщины, которая видела в Елисее дар Божий, и потом Господь много сделал в ее жизни. Или женщины, хананьянка, которая шла за Христом и кричала, и он отказывался помочь ей. Она была убедительной в своей вере, она проявляла честь к нему тогда, когда он отказывал, в результате чего получила исцеление для своей дочери. Можно много говорить об этом. Я еще раз подчеркну эту мысль, этой фразы. Отсутствие почтения производит бесплодие. Поэтому нам необходимо, если мы видим дар Божий, почитать. Последняя мысль, которую я сегодня с вами поделюсь. Я говорю, что о чести можно много говорить, у меня не хватит времени. Есть книги на эту тему. К сожалению, на русском языке я не знаю хороших книг, но это большая, обширная тема, которую в современном, особенно ментальности, было бы хорошо изучать. Завершая, я хочу вернуться к семье и показать, что внутри отношений мужа и жены мы видели в отношении родителей и детей, об этом много говорится, и я не буду больше останавливаться, я хочу поговорить о отношениях мужа и жены. В отношениях также заложен залог чудес, который положен в способности проявлять честь. Вот в способности проявлять честь жены к мужу, мужа к жене, есть потенциал для чуда в семье. Послание Петра, 3 глава, 1 стих, 2 стих и 7 стих. Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Это к женам, к мужьям, 7 стих. Так и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Вот смотрите, когда жены способны оказывать честь мужьям, здесь написано «чистое богобоязненное житие», то есть это говорится о том, что проявляя честь по отношению к мужу, то чудо заключается в следующем. Муж преображается. Многие хотят преображения мужей и не знают, как это сделать. Вот чудо, потенциал чудо, заложен в способности оказывать честь. Когда жена оказывает честь своему мужу, муж получает благодать от Бога к удивительным переменам. Даже если это неверующий человек, он может стать верующим человеком. А то, что касается по отношению мужей к женам, когда мужья оказывают честь женам, здесь написано, что не будет препятствий в молитвах, то есть Господь начинает содействовать в тех проектах жизни, которые есть у мужчин, там начинают происходить чудеса. Поэтому в отношениях между мужем и женой есть потенциал для чуда, и он заложен в способности оказывать честь друг другу. Итак, подводя итог сегодня проповеди, можно прославление, да, уже присоединиться. Подводя итог, я хочу подчеркнуть, что в способности почитать кроется огромный потенциал, который гораздо сильнее силы времени и обстоятельствам. Или я вот так для себя написал, честь как лекарство для долголетия и молодости, и как ключ к успеху. Честь как лекарство. Знаете, многие хотят сегодня найти лекарство для долголетия. Вот лекарство для долголетия. Почитай. Научись почитать других людей. Не только начальство, не только родители. Друг друга научитесь почитать. Потому что мы все творения Божьи. Аминь. Мы каждый нуждаемся в том, чтобы нас почитали, и мы нуждаемся в том, чтобы другого человека почитать, оказывать ему определенную честь, как творение. И это ключ к успеху. Три. Буквально просто перечислю. Как мы можем почитать других людей? То есть, чтобы практически какие-то шаги у вас были. Первое. И как верующие люди, как мы почитаем других людей? Молитвой. Молитва – это почтение. Потому что ты отдаешь свое время, свое внимание, и ты ходатайствуешь перед Богом за этого человека или за начальство, за власть. Молитва помогает нам проявлять честь. Как жена, муж, родители, дети. Первое. Молитва. Молитесь друг за друга. Молитесь за начальство. Так мы проявляем честь. Второе. Финансовое обязательство. Финансовое обязательство – это яркое подтверждение способности проявлять честь. Поэтому я имею в виду, если мы говорим о власти, это когда мы платим налоги. Если мы говорим о семье, это финансовое обязательство по содержанию детей или родителей, или муж, когда жену обеспечивает. Это тоже является честью. Таким образом мы почитаем друг друга. Ну и финансовая честность вообще в общем смысле этого слова. И последний, третий практически шаг – это особая часть, особое отношение. Это способность выделить из других. Это тоже называется почтение. Сугубая часть такой есть в Библии выражение, когда мы буквально выделяем из прочих одного или несколько и даем им особенное уважение. И это тоже от Господа. Если вы вспомните, когда Израиль и некоторые люди восстали против Моисея, что они ему говорили? Полно! Все народ Божий! Что ты себя выделяешь? И Бог встал на защиту. Бог проявил честь по отношению к Моисею, показав – нет, в нем есть что-то особенное. Вот когда мы хотим кому-то проявить честь, мы должны проявить что-то особенное по отношению к этому человеку. Особенно, если это мы говорим о семье, о отношении мужа, жены, родителей, детей. Это люди должны быть особенными для нас. И иногда время от времени они должны получать эти знаки внимания от нас, что они особенные для нас. Конечно, это не каждый день может происходить, но время от времени это необходимо. Ну вот такие простые три практические шага, как мы можем оказывать честь. Давайте встанем, помолимся. В книге Малахии, которую я даже сегодня не применял, хотя я ее очень люблю, и она много говорит об отношениях, Господь, обращаясь к израильскому народу, Он говорит, «Вы бесчестите Меня». И как бы за них задаю вопрос, «А как мы бесчестим Тебя?» Он говорит, «Вы делаете для меня то, что недостойно меня. Для вас это абсолютно недорого. Не в эквиваленте финансового выражения, а вы не прикладываете к этому сердце. Вы не проявляете своего усердия. Если мы хотим почитать Господа, нам необходимо проявлять усердие, чтобы Бог для нас был значимым. Если это молитва, молитва от всего сердца. Не просто побубнить под нос себе перед ночью что-то, лучше пять минут, но от сердца. Если слово, ну, постараться вникнуть в то, что там вы читаете. Если какие-то другие процессы, чтобы это было от всего сердца для Господа.